И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен новому обновлению, тесту вооружения. Это игровой видеоролик, давно у нас их не было. Обязательно не забывайте поддерживать подобного рода видеоролики, если они вам заходят. Если вы хотите, чтобы они выходили часто, как только на данном видеоролике набирается 150 лайков, я по возможности пытаюсь как можно, как можно быстрее записать сразу же следующий игровой замечательный видеоролик. Ну и также, друзья, не забывайте подписываться на канал. У нас произошло, друзья, в игре обновление. У нас довольно жестко апнули шафта. Я, как вы знаете, не имею данной пушки на своем основном аккаунте, поэтому уже зашел мне Чеппердейла, уже готов его тестировать. Скажу вам лишь одно, что я до сих пор, уже сегодня у нас получается второй день данного шафта, да, то есть обновление было у нас, грубо говоря, вчера. Я не заходил еще, ни одной катки не сыграл. Я не знаю, как ведет себя этот шафт в боях, поэтому, друзья, вместе с вами мы прямо сейчас будем отправляться. Я буду делиться своими эмоциями, да, смотреть, насколько он крутой, насколько жестко он нагибает. Также поймите меня тоже правильно, что это полковник. Кто-то скажет, блин, да ты опять все предугадал, да как у тебя на полковнике. Еще и шафт у меня, к слову, да, докачался сегодня до М4-го, либо МК8-го, как вам угодно, да, с харьком. Все это дело будет сегодня у нас так же самое с МК8-ым. Тестится. Посмотрим, что у нас из этого получится. Сыграем две катки. Режим одна будет каточка в осаде, другая каточка в штурме. Еще и заданки все выполним, поэтому сразу же отправляемся в бой и будем смотреть, как у нас вообще все это дело будет двигаться. Говорят, триплет жесткая дикая имба, то есть тройной шафт. Посмотрим, как оно вообще будет тебе показывать на самом деле. Посмотрим, как лучше играть. Сейчас нету штрафа у нас в прицельном режиме. С данным устройством, возможно, даже стоит в каких-то определенных моментах не сводиться, ой, вернее, сводиться, нежели просто стрелять. Но посмотрим. Короче, 1700-очка вылетает, урон хороший. А баллон, короче, восполняется, походу, очень-очень резко, быстро. Сейчас посмотрим, как вообще урон будет накидываться. Я промазал. Мне что-то как-то, если честно, немножко непривычно с того, что как-то там, походу, очень... А что за бред? А почему я не могу сразу несколько раз подряд стрельнуть? Вроде как я должен... Ааа, у меня не то устройство стоит позже. Дурачок на банке. А вы видели, я с простого выстрела дал 1600? С короткополосного эмиттера? Серьезно? А что будет сейчас с тройным шафтом? Я думал, у меня тройной шафт просто не стреляет, какой-то баг произошел. Ой, ой, ой. Походу, что-то дикоимбовое сейчас у нас. Друзья, ну вы сами понимаете, куда меня сейчас закинуло. Меня закинуло, грубо говоря, к генералам, но я не любитель смотреть там названия, да, и говорить, что там, типа, звания какие-то большие там или еще что-то. Типа, я просто сейчас буду катать и смотреть вообще, что будет у нас получаться в этом плане. Отлично. Еще плюс килл. Походу, это реально лютая дикая имба. Но посмотрим, что у нас вообще в бою получится, да, то есть сейчас еще плюс это хоречек. Сейчас посмотрим, сколько я еще опыта дополнительно с харька получу. А, у меня ХД, к сожалению, ДДшки. Ладно, ничего страшного. Я думаю, все равно вот этого молодого человека можно бы еще слить. Наверное, нет, не успел я слить. А, у него еще устройство Вестник Смерти, я так понял, да, после килла сразу восполняется баллон. Ну ладно. Первый овердрайв был комом. Не получилось его правильно и грамотно реализовать. Надеюсь, что дальше сейчас будет все хорошо. Я, к слову, играю без дрона. Хотя защитник у меня, в принципе, есть. И я бы мог бы, наверное, даже сыграть уже с ним полноценно. Но, ладно, пусть не будет у нас включенного защитника. Посмотрим, как вообще будет здесь накидываться урон. Пока мне все очень-очень даже нравится. Хоть и я не являюсь каким-то там лютым шафтоводом. И шафт это, ну вообще моя непрофильная абсолютно никакая пушка. Я шафтом играю максимально редко. Да и если у меня его на основе нету, вы сами понимаете, да, мое отношение к данной пушке. Но, возможно, после такого обновления, если у нас разработчики ничего не поменяют в ближайшее время, то я куплю себе, наконец-таки, данного долгожданного шафта на основу. А может быть мне просто попробовать сделать небольшой байт. Друзья, короче, давайте, если набирается на данном видеоролике, ну сколько было бы, чтобы вот прям вот такое число, прям сложное для вас набрать. Ну давайте 400 лайков. 400 лайков, если на данном видеоролике набирается, да, то я вам даю слово, что я беру и сразу на основе покупаю и максимально быстро выкачиваю, да, по возможности, сразу до М4 шафта. Хотя я в свое время говорил, что шафта, типа, вообще прокачивать не буду. Потом изменил свою точку зрения, что если вдруг данная пушка станет дикой имбой, тогда я, как бы, ну смогу его приобрести. То есть будет какой-то вообще смысл покупки данной пушки. Соответственно, если уж сейчас эта пушка будет реально не понерфлена в ближайшее время и вот разработчики реально думают, что такой баланс шафта это норма, хотя я считаю, что это вообще полный абсурд, это дикая имба, то я на основе себе его прикуплю. Ну вы видите, сколько очков у меня, сколько очков у моих тиммейтов, да, у меня уже 300-ки, у моего тиммейта на втором месте только 130. При том раскладе, друзья, что я играю с маршалами, вы просто поймите, что будет, если я сейчас с полковниками пикнусь, а если я там еще и не только с полковниками попадусь, а попадусь, например, с капитанчиками какими-то, что будет? Что будет в катке? Будет ГГ в катке. Я уже сразу это знаю, что будет просто тотальный доминейшн, коммуникейшн, дизлокейшн, унижейшн и развалейшн. Поэтому смотрим, что будет у нас сейчас в этой катке. Прошло всего полбоя, у меня уже 320 очков опыта, при том раскладе, что это еще и штурм, это не профильный режим для шафта. Если бы здесь была бы цепешечка какая-то, может быть у меня еще бы лучше все это дело пошло, но не суть важно. Все равно первое место, как говорится, не пахнет, оно есть. Это значит, что у меня в этом плане будет все и так. Все максимально-максимально круто, супер бомбически. 355 опыта, да, то есть уже в два раза больше, чем у второго места. Мне еще и овердруев оставляет мой тиммейт. Какой же он хороший игрок. Не каждый оставляет дроп под тиммейта. Нужно отдать должное данному замечательному восповодику. Сейчас, к сожалению, я быстро не слил. Игрока с хоригромом. Вот если бы я его оба слил быстро, то скорее всего бы я бы не умирал бы с включенным овердраймом в очередной раз. Ну ладно, здесь дополнительный килл даем. Две минуты до конца, но здесь, я так понимаю, досрочка будет быстрее. Грубо говоря, штурм за деф это как ТДМ-очка, только с подхватом флагов от противника, которые пытаются их привести. Ну а ты их просто даешь и фокусишь, не даешь им практически ничего делать на карте. В принципе, мне все очень даже устраивает. Единственное, что я хотел бы посмотреть, сколько у меня киллов. 30 киллов? 30 киллов, ну вы понимаете, да, что такое 30 киллов? Я надеюсь, что вы понимаете, что такое 30 киллов. 30 киллов в ТДМ, да, то есть это ну, практически моя команда в сумме дала столько же, сколько я один, да. Понял, понял, принял, обработал. Отлично, великолепно, да, друзья? Сейчас у нас в игре еще и дополнительно икс фонды плюс икс опыт, да. Не особо хотелось бы, конечно, прокачивать на данном аккаунте пока что звонку с тем раскладом, что у нас получается такая вот имбулечка у меня уже дикая появилась на Чиппердейле, да. Кто бы мог подумать, что шапт реально так забалансит. Я точно об этом не думал. Я лишь, ну, как бы прокачивал его с тем условием, что у меня только на этом аккаунте будет шапт, да, в ближайшее время так точно. И именно на это я делал свой акцент. Но никак не думал и не мог вообще подумать о том, что вдруг его так забалансит и он станет такой дикой имбой, что я вообще смогу на этом аккаунте ну, разваливать реально жестко. Еще бы попадать бы все выстрелы цены бы мне не было. С этим шафтом. Еще и резист от шафта есть, да. То есть, вообще все великолепно. Просто максимально четко, круто. Посмотрим, что сейчас будет у нас здесь на осаде. Я уже, честно говоря, доволен и рад тому, что у меня вообще есть такое вооружение на таком аккаунте, на таком звании. Я уже в душе понимаю, насколько это крутая пушка будет не только в матчмейкинге, но и в других всяких интересных боях. но что вы вообще думаете по этому поводу, друзья? Мне вот лучше ваше мнение узнать, да. Как вам вообще, то есть, вы согласны с тем, что у нас теперь шафт вот такая вот дикая имба, или вы наоборот, например, негативите и думаете, что разработчики не должны делать таких вещей? Я, в свою очередь, могу лишь сказать вам одну вещь. То, что неспроста делаются такие обновления. Более чем, я уверен, да, ну, где-то на процентов 95, то, что разработчики смотрят, какое количество игроков играет на каких определенных пушках, да, то есть, что игроки будут покупать в ближайшее время. Происходит перебалансировка, шафт становится имбой, на нем, во-первых, играет маленькое количество игроков, во-вторых, не у всех он есть и при всем этом раскладике делаются у нас скидочки. Скидочки, конечно же, маленькие, но уже у многих ребят просыпается такое огромнейшее, я думаю, желание быстро приобрести себе имбу. Поэтому разработчики и делают вот эти вот маневры маркетинговые, да, но я, конечно, не суперэксперт, это лишь мое мнение, и оно не является 100%, но я на всю эту ситуацию, если трезво буду смотреть, то я буду рассуждать именно так. То есть, маленькое количество игроков играет на пушке, маленькое количество игроков имеет вообще в своем арсенале данную пушку, соответственно, разработчики перебаланшивают баланс в том порядке, дабы игроки покупали новую имбу, тратили кристаллы, а потом просто эту пушку, как всегда, хоп-хоп, понерфили, занерфили, убрали и забыли. Ну и, соответственно, как бы вы сами понимаете, что хоре вулканов уже в последнее время на основных аккаунтах было очень, очень, очень много, да, то есть надо что-то менять. я думаю, что даже если ты не играешь в игру, а хотя бы просто за ней наблюдаешь, то статистику можно посмотреть, сколько хоре вулканов стало в последнее время. Поэтому как-то так здесь все, как всегда, очень все очевидно и понятно, ну а я, в свою очередь, буду пытаться прямо сейчас захватывать точек, потому что пока что у меня ничего в этом плане не получилось до сих пор. у противника вообще на данный период времени уже имеется 20 килов. Я не знаю, кто набил столько килов и мне очень интересно, на какой пушке вообще этот молодой человек набил такое большое количество килов. Но я буду пытаться просто захватывать точку. Первое место мне точно здесь обеспечено и вроде как мне еще здесь надо набить 280, 275 опыта, да, то есть я 275 опыта здесь еще дам, но хотя скорее всего я не набью такое большое количество, потому что я ну басик, если бы я был бы каким-то жестким нагибатором, шафтоводом, профессионалом, то может быть я бы столько много бы и набил. Хотя посмотрим, может быть что-то получится. Сейчас пойду контролить вражеский респ, у меня правда где-то шибко вылазит. Давайте, наверное, я и так и сделаю. Сделаю акцент не на точку, а сделаю акцент на вражеский респ и на попытку уничтожения своего противника, если этот молодой человек ДА-шку прожал бы, я бы сейчас бы овер бы прожал. Вот так, он даже без ДА-шки, а у меня на этот тайминг и нету, к сожалению, даже ДД-шки. Если была бы, я бы точно ее бы прожал. Но точку наши ребята захватили. К слову, я ее даже не подобрал, а мог заработать еще дополнительно вроде как 50 очков. К сожалению, не получилось. Как-то так не фартануло, но ладно. Давайте просто пытаться кидать урон и кайфовать от того, что мой шап просто ваншотит и нагибает тунчики. Овер я просрал, 380, мне осталось 125. 125 за 2 минуты, то это вполне реально, 20 киллов у меня уже есть, у противника 24. Давайте заодно еще и попробуем перебить количество киллов, которое имеется у моего противника. Наши уже забрали еще одну точку. Вообще все прекрасно, все замечательно. Выиграем точно эту катку. Что может быть лучше выигранной катки, когда ты еще на первом месте и у тебя все в катке по сути даже и получается. Да, то есть дроповую дашечку заберу. Мне любезно ее оставили. Я даже, честно говоря, удивлен тем, что сейчас у нас в матчмейтинге есть игроки, которые оставляют тиммейтам дроп. Все-таки в моем понимании никто вообще не должен никаких коробок не оставлять. Все должны наоборот быть очень жадными и все постоянно забирать и крысить. Так, чуть-чуть мне, конечно, прицельчика подзбили, еще и аптечку. Где-то я потерял очень быстро, не знаю, где я ее потерял. Походу там Хори Гром вроде накидал. Вроде тогда в тот тайминг я ее прожал. Ну ладно, тут халявная точка намечается по ходу дела. Мне ее надо сейчас точно забирать, зарабатывать дополнительный опыт и, соответственно, уже затем зарабатывать то нужное количество опыта в этом бою. Ага, понял. Захватил точку я. Мне осталось 95 за 5... Ой, за 50 секунд. 5 минут, хотел сказать. Ладно, давайте чуть-чуть этим, наверное, на респик или просто здесь в хоре рельсички накинем на тайминг. Я успевал бы два выстрела дать, пока он зажигал мне рельсу. Вот вы понимаете, что происходит? То есть вот он зажигает свою рельсу, за это время я успеваю выдать два выстрела. То есть, по сути, я успеваю не ваншотнуть, а то есть слить оппонента, пока он попытается по мне выстрелить всего лишь один раз. Это же вообще жесть какая-то. Офигеть. Что это за дичь вообще с шаптом? Зачем делать такую имбу? Я не понимаю, вот честно, я в душе не понимаю, зачем делать разработчикам в игре такую дикую нагибаторскую имбу. Я уже с маршалами играю, грубо говоря, да, генералы по пятьсоточке. По пятьсоточке с двоечкой УП, при том, что это, друзья, осада. Осада, друзья, осада. В ближайшее время, я думаю, что я скатаю еще в других режимах, постараюсь сделать что-то жесткое, крутое. Следите, если вам заходят подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте прожимать лайки. Я повторюсь, немножко в шоке. Шапт реально имба. Играйте, покупайте. Надеюсь, что в ближайшее время его не возьмут и не занерфят, потому что если произойдут какие-то нерфы, может быть, пушка вернется на свою позицию, да, и там, ну, все будет как всегда, она не будет такой сверх крутой, но то, что мы имеем на данный период времени, это реально жесткая, дикая имба. Напоминаю, 400 луков набираем, основа, шапт меня ждет. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.